МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Здравствуйте! С приездом из Москвы! Поздравляю с тем, что отыграли на столичной сцене. Ну, рассказывай, как поездка, как вообще, за сколько дней приехали, было ли время репетировать, как вообще прошел этот волнительный момент? Ну, приехали мы за день до спектакля 4-го числа, 5-го был спектакль, 4-го рано утром мы приехали, заселились, до 8-ми вечера был свободный график. В 8 вечера была репетиция, уже был поставлен свет, звук настраивали, ну, большие проблемы в этом, ну, вечером были со звуком, ну, как бы то, что настраивали, все это, другая площадка, было страшно, потому что номинация – это оперета мюзикл, и главное, чтобы было все понятно, все слышно, волновались за звук. Как бы успели, то, что и время было позднее, площадка была, время ограничено, с 8-ми до 11-ти вечера, и вот там за это время мы большую часть времени потратили на вокальные номера. Ну, на следующий день, уже 5-го числа, в день спектакля, был легкий прогон, ну, как бы технический, такие просто. Начало, конец, сцены как бы проходили, такие технические моменты, все перестановки, все вот такие сложные моменты. И вот в 7 часов был осудный день. Какие чувства вот испытывали перед тем, как выходить на сцену? Потому что третий звонок, да, до третьего звонка еще, может, не все понятно, а с третьим звонком там уже… Ну, да, так и звонков не было. Мы играли в театре Пушкина. Там нет звонков? Нет, как бы Елена Евгеньевна, наша помрежа, объявляла нам сама, такой маленький зал перед входом на сцену, объявляла, что вот такой-то звонок. То есть, и еще страшнее, как бы ты сидишь уже, когда у нас есть момент, ты можешь сидеть там в гримёрке или где-то, ты слышишь трансляцию, готовишься, все, настраиваешь себя, а тут уже перед сценой сидишь, и вот это… Ну, вот волнение, оно с момента, вот когда только мы узнали, что мы номинанты, конечно, оно было страшное. Вот уже представлял, что вот как мы поедем, было страшно. Хотя не было еще ни дат, но уже вот тресся я, видите. Потом как-то со временем я себя успокоил, потому что, ну, времени действительно было еще много, все спокойно. В поездке уже, в поезде, ну, так там выходили, когда на станциях там подшучивали коллеги. Я говорю, волнуешься, волнуешься, Виталий Иванович, волнуешься? Да ладно, я знаю, что волнуешься. Ну, как бы все по-доброму, все равно момент волнения у всех был. Вроде бы отпустило, но вот в день спектакля уже прям было так хорошо. Когда только вышел на сцену, выходишь на сцену, забываешь? Или хочется посмотреть, а полный ли зал? А что вообще происходит? Как-то почувствовать обстановку, атмосферу? Не, ну, конечно, уже вот с первым вот этим выходом выдыхаешь, как бы вот с какой-то первой сцены, все. Все, уже все, пути назад нету. Как-то выдыхаешь уже спокойнее. А вот с залом, у меня вот уже я рассказывал эту эпичную историю ребятам, когда отыграли момент. У меня очень много общения с залом, как бы и первый же мой монолог, он идет с обращением в зал. И, проходя к авансцене, я рассказываю свой монолог и утыкаюсь взглядом на Марка Захарова. Да-да-да, я знаю, что он был. Да, и рядом его дочь Александра Захарова. И еще через ряд сидит резник. Прекрасный зритель, по-моему. Да, и в этот момент я настолько испугал. Ну, просто я не, ну, как бы, ты же не ожидаешь, что такие люди могут прийти на спектакль. То есть этого даже в мыслях у тебя не возникает. И тут, на тебе, и в какой-то момент у меня было, что... А, да, я пошел, я домой, я... И все, ну, было... Потом, конечно, я себя отпустил, ну, от этой ситуации абстрагировался, потому что, ну, зацикливаться на этом, начнешь там что-то пыхтеть, стараться, от этого только будет хуже. Поэтому, слава богу, я как-то быстро, ну, переключился от этого. Но было приятно, конечно. А ты знаешь же наверняка о том, что тебе рассказали, что Марк Захаров потом подходил к режиссерам и говорил, что в каком он вообще восторге, какие у него смешанные восторженные чувства, и задавал вопрос, где вы нашли такого мальчика, это относительно тебя сказали. Ну, мне, Сергей Иванович Грицай, так, вкратце, мы очень мало так после спектакля поговорили, даже все все равно выдохнули, волновались. Ну, и да, я слышал, нет, конечно, это приятно. Это здорово. От метро-то, да? Да, 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 такого, потому что... Ну, блин, ну, это здорово, даже нет слов. Хорошо. Про Сергея Грицай я хочу несколько слов сказать, потому что он же не самарский, он человек столичный, и понятно, что там он был с вами, он с вами и репетировал, и вас поддерживал. Как произошла там встреча? То есть вот этот перерыв, когда вы здесь играли спектакль в Самаре, да, много раз, но уже не было Грицая, потом там он посмотрел, что сказал. Не растеряли вы ничего? Может быть, набрали наоборот? Хвалил? Он приезжал, вот, крайний спектакль до поездки в Москву, он приезжал, была репетиция, и, естественно, он смотрел спектакль. Нет, ну, какие-то такие мелкие замечания он сделал, когда был показ в Самаре. То порепетировали. Да нет, он, конечно, он поддерживал, тоже волновался, он и заболел в день спектакля, он остался без голоса. Да ты что? Да, потому что нас вызывали, как номинантов тоже от «Культура» на интервью, и Сергей Иванович пришел, сказал, что не могу. Ну, простыл, и понятно, что еще в волнении. Все равно, конечно, он еще больше волновался, наверное, чем мы, потому что такая двойная ответственность. Все это волнительно и страшно. Слушай, ну вот хочется еще, смотри, такая интересная получилась штука, как, вот тоже тебе нужно, наверное, найти, как с этим справиться. Получилось, что за эту роль, за роль холстомера ты наш все премии собрал местного уровня, все прибраво, маску эту нашу, какую музу, золотую музу, самарскую театральную, тоже все собрал, номинант тут на золотую маску. Вот как так вот? У тебя что там внутри? Мы тебя не перехвалим? Вот так вот. Нет, звездные болезни, ну, как бы я об этом не думаю, потому что, ну, если начнешь об этом задумываться, это как-то, ну, такой не страшный момент. Ну, во-первых, как бы это не показатель. Одна работа — это не показатель того, что ты действительно мэтр, и ты сейчас можешь, вот, я все могу, я все сыграю, что там, сделайте мне кофе. Как бы такого момента нету. Потому что, ну, одна, ну, повторюсь же опять, одна работа — это не показатель, как бы надо доказывать дальше. Никто же из многих наших отличных артистов, знаменитых, и советских, и российских, никто же... Потрясающий есть цикл работы и в кино, и в театре, просто уйма. Если бы все бы остановились, да, вот я хорошо сыграл там Гамлета, да, все, я молодец. И сидеть, и почивать на этих лаврах, ну, год-другой, и все, и тебя забудут, и ты сам себя уже в профессии похоронишь. Поэтому нет, только дальше надо развиваться, как-то хочется больше расширять возможности, так скажем. Предлагаю посмотреть фрагмент спектакля «Холстомир. История лошади» в Самарской нашей вариации и редакции, и потом вернемся, продолжим обсуждение. Давайте посмотрим. Выйдет князь в киви и шинели с бобровым воротником, закрывающим румяное чернобровое лицо, которое никогда бы закрывать не надо. Выйдет, побрякивая саблей и шпорами, и как будто не обращая внимания на меня, на Феофана, на то, что смотрят и чем любуются все, кроме его. Да, это было лучшее время в моей жизни. Подавай! Тогда тоже не было этой глупой манеры кричать «О-о-о!» Как будто у кучера болит что-нибудь. А непонятное... Подеберегись! Подеберегись! И народ сторонится и останавливается, оглядываясь на красавца Мерина, красавца кучера и красавца барина. И... Жизнь в голову заблазь, благодать и напасть, саму сиву дела Брат и славу никуда Мне подруг замернуть Мне в судьбу обмануть. Но я чувствую вдруг Повод рваться из рук Я к любви моей плечу Жемчутые пянуста Вновь удача со мной И алёв три креста. Повод славу никуда Не забывай у нас вниз! Не дай Бог Заверегись! Эй! Подеберегись! Эй! Подеберегись! А колей не сдержать! Лучше вскачек пустить! Кто жалеет себя Не умеет любить! Я к любви моей плечу Жемчутые пянуста Вновь удача со мной И алёв три креста. Православный народ Не забывай расступысь Когда и Бог нас живёт! Эй! Подеберегись! Эй! Подеберегись! Разводи меня! Подеберегись! Красивая такая сцена Вот как раз за кадром Сейчас говорили Что не всё бывает так гладко На чужой площадке Как на своей Насколько это Какие вот были сложности Что приходилось Вот тут же всю секунду Перестраивать Потому что Своя сцена родная Это один вариант А чужая все-таки чужая Ну Хорошо что Как бы и театр выбирали Для показа Чтобы Он очень Был схож на наш И театр Пушкин Он действительно Именно сцена Она очень Похожа с нашей Но были Такие вот технические Моменты Вот как со снегом Вот я говорил Пушка была местная Которая вот Когда бросают снег Она была очень Такая слабенькая И получалось Что до нас снег Не долетал Нам пришел Сергей Иванович Говорит Двигайте станки ближе Чтобы Был эффект Этот Вот а так Таких технических Моментах Слава богу Как бы был Ну немного Как что Пришлось что-то менять Все Как бы Осталось Как и на На родном месте Ну вот Мое последнее время Ну то что мы Шаушенком ездили Вот еще на Маску плюс В театре Пушкина До этого Как-то вот Когда бывали На гастролях Все-таки наш театр Он какой-то родной В плане И он уютный Уютный очень Как-то Либо ты привыкаешь уже Вот это твоя зона комфорта Тебе удобно Все ты Все хорошо Но Блин Как-то так неудобно Там В театре Пушкина Гримерки там На втором этаже Ну такой длинный проход Пока поднимешься У нас же все Рядышком чик-чик-чик поднялся Все вот тебе там и И чайничек И микроволновочка Все Диванчик Все То есть артисты тоже не воздушные люди Комфорт вы тоже любите Да Да Как-то так уютно у нас все равно Хочу поговорить с тобой о конкурентах Потому что Наш спектакль представлен в пяти номинациях А всего получается четыре театра Да Мюзикл оперета Это четыре театра Мы с тобой проговаривали Это Красноярск Красноярск Питер Питер Москва Москва Я не видел Да нет Ну конечно все достойные конкуренты Потому что все таки фестиваль-то Такой Серьезный Серьезный Да Нет Ну конечно Конкуренты Сильные ребята И в моей номинации Все Во-первых Начнем с того что все профессиональные вокалисты Нет Ну за исключением Красноярского Они тоже драма Ну тюз Но в плане драмы Артист который представлен со мной в номинации Тоже драматический Как бы Вот тут Мы на Мы на равных Да ну Как Конечно Как это сказать-то Конкуренты Есть конкуренты Нет Ну смотри Я когда разговаривала с Владимиром Александровичем Гальченко Да Который тоже Представлен в номинации И тоже Как бы Вот смотри Получилась история Что вот вам предложили А давайте у нас будет музыкальный спектакль Вы все откликнулись Все с удовольствием ринулись в эту Громадную работу И в принципе На наших то спектаклях Вы прекрасно все Никто не волновали Все пели Все попадали в ноты Все танцевали Никаких волнений не было Когда возник вопрос о том Что есть номинации на золотую маску Все экстренно заволновались А как мы будем в номинации Мюзикл оперета Существовать Потому что мы же как бы вроде драматические Да и сразу Все стали переживать за свой вокал Хотя до этого собственно Ничего никто не переживал Все было в порядке Как вот этот момент Вы в самих себе же должны были отрегулировать Чтобы действительно не напортачить Чтобы нигде не наврать И вообще Понятно что вы не вокалисты Но вот как тот же Владимир Александрович сказал Ну мы же талантом возьмем Да Где не допоем Там талантом доиграем Не ну просто это же Двойная ответственность Сразу оперета мюзикл И все думаешь Что как на Бородвее Все должно быть у тебя ловко Наверное просто то что ответственность В двойне Поэтому мы занимались Ну вокалом Как бы до спектакля Там заранее За два дня Там всегда собираемся С педагогом Все за что Ей конечно отдельное спасибо Анна Алексеевне Которая Занималась и мучилась с нами Просто это наверное Ответственность другая Что когда попадаешь В такую номинацию Потому что все Наверное Просто идет И на драматургию И на вокал Поэтому Страшнее становится Но это не совсем же Свойственный да Жанр получается То есть вы же Не так часто я не знаю После ну вот Когда-то была там Вестсельская история Алый паруса да Музыкальный спектакль И получается этот Больше то особо Наша кухня еще да Вот История лошади На мой взгляд Как бы для меня Он не настолько Как бы углублен В вокал Как бы это такой Как некий симбиоз Я не знаю И танцев и вокалов Как бы это способ Выражения Драматических Каких-то моментов С помощью пластики С помощью вокала Как бы такие вещи Как Сергей Иванович Как хореограф Это был как бы Это был очень хороший опыт Действительно Поработать так Потому что Одно Ты Одно дело Когда ты на сцене Как в обычном Драмовском варианте Ты работаешь Там подачи голоса Какими-то эмоциями Просто Выражаешь Все И какие-то чувства А здесь Именно через пластику Вот это вот Ну это здорово Тоже попробовать Ну смотри На мой взгляд Все-таки есть такой момент Что в спектакле История лошади Там же Ну все равно Песня она же не из ниоткуда рождается Ну да Шел-шел Вдруг внезапно там запел Да У вас все-таки оно как-то лаконично Одно из другого вытекает И вот эта вся музыкальность Она оправдана Ну да На мой взгляд Как ты считаешь Вот именно Такой вариант Он Он подходит Под классификацию Оперета Мюзикл Потому что Действительно Когда прозвучала Эта номинация Все-таки были наверное Какие-то вопросы Что Может быть это не совсем Оперета и мюзикл И тем не менее В этой номинации Или это имеет место быть Мне кажется Это имеет место быть Почему нет Как бы Спектакль с элементами Вокала И Не обязательно же Чтобы Если петь весь спектакль Тоже можно Перекрыть всю драматургию И будет непонятно Ну пели да Ну вроде там За что-то переживают А Ничего здесь не трогает Поэтому я думаю Что это имеет место быть Хорошо Вы полетите Еще раз В Москву Да Ты уже третий раз Ты наверное Никогда так часто В Москву не летал Да-да-да-да Я и так давно там не был Рассказывай что какого числа Потому что будет Награждение Будет большое Мероприятие такое Да Цельное Куда приглашены Уже не целиком Все актерские трупы Не все коллективы Да Исключительно номинанты Да Ой ну полетим мы 18-го числа Прилетим Будем отдыхать Настраиваться 19-го числа 19-го числа будет Сама церемония Награждения Правда это что-то Даже не знаю во сколько Ну скажут Ну да Приведут Да приведут Отведут Поэтому Нет и 20-го числа Уже полетим обратно Ну как вот так вот лететь Вот расскажи Потому что Прилетаешь вроде Как бы И вот как Будешь сидеть в зале А вдруг дадут А вдруг не дадут А если не дадут Расстроишься Думал об этом Все равно нужно же Хорошую мину еще делать Понимаешь При том что даже если не дадут Нет в любом случае Конечно думал Конечно ну как бы У всех есть надежда Всегда надеемся на самое лучшее Ну как бы не дадут Ну нет значит так Так и должно быть Значит еще что-то будет Как бы уже сама поездка Что мы съездили Последний раз Последний раз Наш театр 2008-2009 я могу врать С полковником птицы ездили Мы как раз только-только поступили Я помню этот спектакль Мы видели Это было давно И Ну нет Тем более мы провинциальный театр Это Для нас уже достижение Как бы не каждый год Удается Конечно Попасть именно Попасть уже В саму премию Чтобы участвовать Уже быть номинантами То есть на отбор Еще как бы Ну подать заявку Ну не составит труда А вот именно Быть в числе так сказать Лучших Как бы Мы уже молодцы В любом случае Ну и правильно Правильная позиция Хорошо С маской понятно Ждем 19-го числа Я тоже вся в нетерпении Если честно С этими Всеми данными Что три театра Тем более от Самарской области Очень все это интересно Все друг за другом переживают Тем не менее Конкурсы конкурсами В театре эта жизнь продолжается Не заканчивается Не останавливается Чего сейчас у вас происходит Что репетируете Вообще Как жизнь протекает Ну у меня по сравнению С тем годом У меня Профилакторий В этом В этом сезоне Ну были Какие-то репетиции Но так как Мы еще пока ничего Не выпускали В этом сезоне Поэтому так Лайтово скажем Жизнь протекает В этом плане Ну готовиться Я не знаю Можно пока говорить Ну как бы Об этом нет Ну как бы Ну репетируется в целом Взято четыре спектакля Насколько я знаю Четыре спектакля Да Это Полюнович Жанна Новая драма Работает Из Петербурга Молодая Режиссер Вячеслав Алексеевич Выпускается Косатка И Старый дом В процессе как бы Репетиции Валерий Викторович Гришко Лев зимой К юбилею Владимира Владимировича Борисова И А все четыре А Значит Может еще и пятый Ну короче Планов Я помню что планов было очень много Да А как лучше когда много работы Или когда поменьше Да нет Лучше когда много Потому что Всякой фигней Голова не забивается Вот работаешь и работаешь Все Вот с утра ушел Ночь Вечером пришел Все Поспал Встал Ушел Все Никаких лишних мыслей Поэтому Ну может Оно так и Должно быть Какой-то Такой Некий Перерывчик Мозги в кучу собрать Ну Вообще Без работы Это Тяжко Потому что все равно Профессия наша Обязывает быть в тренинге Как у спортсменов Когда ты Вне поля Ты теряешь кондиции Поэтому когда Это такой Мозговой процесс именно Потому что Репетиционный Он очень многое дает В тонусе голова была В профессиональном Именно Слушай мы с тобой В начале программы Начали говорить о том Что не заболеешь ли ты Случайно звездной болезнью Ты так Сказал что нет А все таки Вот ты тщеславный человек Артисты и люди тщеславные Вам нужно вот это Вот чтобы Постоянно хлопали Аплодисменты Чтобы вот такая поддержка Ну понятно мы все тщеславные Как бы Кто говорил бы что нет Это не важно Все равно как бы Это Ну ты понимаешь Как оценивают твою работу Как бы это все равно приятно Есть кто-то Кто перегибает палку С этим А и как бы Кто относится К этому спокойно Как бы Нормально Конечно Это приятно Как бы Для этого и существую Как бы если ты видишь Реакцию зрителя Который либо там Хлопает Либо плачет Либо смеется Как бы Значит ты попадаешь Ты на верном пути Как говорится А есть в твоей жизни Человек Ну некий цензор Которому ты прислушиваешься И который если тебе скажет Что вот Володя Перегибаешь То ты прислушиваешься Вообще как это регулировать В самом себе Нет ну конечно Это близки мои Спруга моя Которая как бы Может мне сказать И я тогда подумаю Действительно значит так Как бы Плохого не посоветует Супруга переживала Когда ты в Москве играл Не ну конечно Переживала Думаю все Опять же Нет конечно Но она и поддерживала Очень много Когда мы выпускали За что ей конечно спасибо Когда мы выпускали Этот спектакль Потому что тоже ну Было и тяжело И какие то такие Я человек сам по себе взрывной Выдыхай Да? Это называется все Отыграли Ждем результатов Спасибо тебе огромное что Пришел Желаем успехов Ждем 19 число И оглашение результатов Держим фигушки Кулачки Все возможное Со зрителем прощаюсь До следующей пятницы Проведите выходные Используйся с удовольствием До встречи Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова